Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследователи из Великобритании, Дании и США выяснили, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере Земли, приведшее к палеоценно-оценовому термическому максимуму, ПТМ, было вызвано ростом вулканической активности. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications. В двух кернах со дна Северного моря исследователи обнаружили повышенное по отношению к «органическому углероду» содержание ртути в осадочных породах, непосредственно предшествовавших и соответствовавших началу ПТМ катастрофического потепления климата на протяжении нескольких тысяч лет, произошедшего 55 миллионов лет назад, когда Гренландия начала отдаляться от Европы. Масштабные извержения вулканов, подчеркивают исследователи, приводят к выбросу большого количества ртути. Таким образом, она может быть индикатором повышенного вулканизма, который, вероятно, и стал «спусковым крючком», приведшим к началу ПТМ. При этом в породах, соответствующих ранним стадиям ПТМ, уровень содержания ртути резко упал, что, по мнению ученых, свидетельствует о том, что высвобождению парниковых газов поспособствовал как минимум еще один резервуар углерода помимо Североатлантической Магматической провинции. Приведший к потеплению вулканизм был, вероятно, обширной интрузией, приведший к появлению тысяч гидротермальных источников на невиданном сегодня уровне. Вероятным вторничным источником парниковых газов было вызванное вулканизмом таяние вечной мерзлоты и морских газовых гидратов, предполагает один из исследователей Севкиндер. Продолжение следует...